Алексей Барановский, адвокат, представитель Съезда народных депутатов России, с нами на связи. Алексей, приветствуем вас, рады видеть. Здравствуйте. Здравствуйте, Фридом. Здравствуйте. Алексей, вот хотелось бы действительно с вами поговорить. С периодичностью появляются определенные материалы, тех, кого мобилизовали в Российской Федерации. Ну вот уже стала такой для них определенная традиция записывать такие видеообращения, где они обращаются и к правительству, и жалуются, да, жалуются на те или иные, скажем так, погрешности, я назову это так, которые связаны с их деятельностью. То есть они выступают не это, я просто хочу акцентировать внимание, не против мобилизации, а против тех условий, с которыми связаны их мобилизационные процессы, там и проблемы со здоровьем и так далее, на которые они указывают. Но если мы говорим на все эти записанные вот обращения, последняя из них это вот из Иркутской области, где жалуются как раз мобилизованные на состояние своей здоровья, и что, ну, их якобы обманули, что вместо службы в терробороне из них сделали штурмовиком. Ну, вот такие вот локальные точечные факты, они не первый раз встречаются, они уже были. Но, Алексей, если мы говорим в целом, что вот такие точечные локальные обращения, к чему они могут привести в Российской Федерации на самом деле? Да ни к чему они не могут привести, на самом деле. Тут мы ждем, знаете, появления такого лидера. Вот я думаю, что в скором времени в России запретят футбольную команду «Спартак». Знаете, почему? Потому что вот «Спартак», он был гладиатором, и он поднял рабов на восстание. Собственно, первых вот «Спартаковцев» было 78 человек, которые взяли в руки свое оружие, мечи и устроили восстание рабов. Вот то сейчас, что я смотрю там и из Иркутской области, и из других, это же, ну, понимаете, это вот рабы, правда, с оружием. Единственное, чего им не хватает, это «Спартака», который поведет их за собой на восстание. Но вот пока что «Спартака» не находится, и поэтому вот мы слышим только такие жалобы на то, что того нет, сего нет. А вы, люди с оружием, вам нужно уже научиться быть мужиками и применить его против тех, кто бросает вас на убой. Ну, пока что вот ждем появления «Спартака» русского. Ну, Алексей, а почему вы считаете, что это может произойти? Ну, смотрите, ну вот я понимаю, да, о чем вы говорите, о том, что вот эти неудовлетворенные каким-либо образом, да, люди, которых бросают в мясорубку вот этой войны, они вот, что-то себе у них там в голове произойдет, и они скажут, блин, а зачем нам куда-то идти, если мы должны сами решать свои вопросы с оружием? Почему вы считаете, что это так или иначе может произойти? Потому что, ну, мы видим пока, что есть обращение, я не совсем понимаю логику, если честно. Вот Путин их посылает на войну, и они же просят Путина что-то с этим сделать. Ну, как-то вот, не знаю, у меня не коррелируется. Вот. Он у вас послал умирать, понимаете, вот за то, что вот за свои какие-то амбиции. Вся кремлевская верхушка, вся кремлевская рать посылает вас умирать, ребята. Ну, вот так оно происходит. Сейчас, по крайней мере. И вы просите чем-то помочь. Вот логика, по-моему, хромает. Ну, в голове там ничего не щелкнет, если бы это была логика, она бы уже сработала. Тут нужно, чтобы кто-то просто поднял это восстание, вот то, о чем я говорил. Если появится один отважный лидер, который сможет повести за собой, то другие вот такие второстепенные люди, которые только могут жаловаться, они присоединятся. Но пока что буйных мало, так и нету вожаков, поэтому. Но эксцессы вполне возможны. И, кстати говоря, опять же, к аналогии Спартака, знаете, Спартак тоже был не римлян, он был фракийцем. Так что вполне возможно, какой-нибудь мобилизованный с корнями из Средней Азии, то за ним присоединятся и другие. Так что вполне возможно. Тут черный лебедь, которого мы все ждем, он вполне может прилететь и в среду мобилизованных, и восстание все-таки должно начаться в их среде. Ну, а как будет проявляться вот это восстание? Вы правильно очень сказали, что это люди с оружием. Но я не для того, чтобы напомнить. Действительно, просто так это и есть. Вот сказала, что зачастую в этих же видеообращениях действительно они жалуются в отношении к себе, то есть как к ним относятся и так далее. То есть они не жалуются на те процессы, вот почему мобилизация проходит и так далее. Не хотят вот как-то копать глубь. Но я понимаю, о чем вы говорите, и не будут этого на самом деле делать. И вы правильно сказали, что должен появиться вот тот Спартак. Хорошо, этот Спартак, я позволю себе так озвучить, это должен быть военный, или же это не обязательно, чтобы это был военный? Скорее всего, это должен быть какой-то мобилизованный, но с достаточно характером, пассионарий. То есть, возможно, это какой-то спортсмен, я не знаю, либо человек, ну, такого, какой-нибудь судьбы непростой. Когда человеку нечего терять, он может на всякие отважные поступки. Вот помните, как военкома, значит, застрелил, значит, человек. Почему? Его товарищ погиб на этой мобилизации. То же самое может произойти и в среде мобилизованных. У кого-то может погибнуть, я не знаю, брат, родственник. Может еще что-то случиться. Может случиться что-то с его семьей, пока он там на этих дурацких сборах. Что угодно может произойти. И тут главное, чтобы это выплеснулось в нужное русло. Пока что это выходит такая беспомощность. Вот эти видеообращения записать, там, пожаловаться, что у нас нет того, нет сего. От них, в принципе, тоже есть определенная польза, потому что на это смотрят другие люди, пересылая друг другу по соцсетям. И никакого желания у новых новобранцев идти в эту мобилизацию, в эту армию нет. Но этого недостаточно для того, чтобы коренным образом что-то изменилось. Вот восстание среди мобилизованных, такое восстание спартаковское, оно, конечно, может совершенно поломать планы российского руководства на мобилизацию. Ну вот, ты хотел ее подложить? Пожалуйста, я продолжу потом. Нет, представьте, вы правильно сказали, что этот спартак может поломать планы, но сам он это сделать не может, все равно ему нужно будет находить сторонников среди тех, кого мобилизует и так далее. 299. Что-что? Ну, до 300 спартанцев ему насобирать, в принципе, и можно начинать это прекрасное дело. Я думала, о каких мы цифрах ведем речь? Я говорю, вначале у Спартака было 78 гладиаторов, а потом оно разрослось до тысяч восставших. И вот это главное начать. Да, но вот если мы говорим об обществе российском, ну вот хотелось бы сегодняшний день все-таки вспомнить, на самом деле, 5 марта 1953 год, 1953, сегодня 70 лет с дня смерти Сталина. Ну и вот как раз сегодня в Российской Федерации о нем тоже вспоминали. Каким образом, сейчас покажем, сторонники лидера советских коммунистов, Йосифа Сталина, ответственные за гибель миллионов человек в ходе репрессий, трудовых лагерей ГУЛАГа и Гладомора собрались сегодня на Красной площади в Москве, чтобы как раз вот и отметить 70-летие со дня его смерти, вспомнить об этом. В основном это были люди возрасте. Некоторые из участников шествия выразили мнение, что сталинские методы были бы эффективны для России и в сегодняшней ситуации. В нынешние времена ничего не достаёт российской власти современной. Это жёсткость. Жёсткость в принятии решений, в кадровых вопросах. Потому что страна сегодня столкнулась с колоссальным вызовом. Наверное, и сами наши власти, когда начинали всю эту спецоперацию, не думали, что всё дойдёт до такого масштабного противостояния. Да нет, просто как и Сталин, как и Ленин до Сталина, да как и Путин. Хотя казалось бы, что в Кремле должны понимать, да плохо вы понимали ментальность украинца. На самом деле и Сталин плохо понимал, а и Путин и подавно, и кто там ему рассказывал определённые какие-то сказки и вещи, на самом деле делал, я не знаю, работал, наверное, и работает на Украину. Ну, сейчас суть да не в этом. Вот то, что сейчас говорит вот этот, я не знаю, молодой всё-таки человек, мне кажется, относительно 40 лет, я не знаю, я не думаю, что старше. Вот это о жёсткости. Как вы думаете, что всё-таки он подразумевает в данном контексте? Ну, Сергей Удальцов, конечно, это выдающийся пример человека, который прошёл, значит, путинские застенки, и при этом оказывается в первых рядах, поддерживающих жёсткую руку. Это, конечно, удивительный вывих сознания, также примерно удивительно, как мобилизованные с оружием, которые плачутся, что у них там не хватает тёплых носков. Это вот Россия – страна парадоксов. Не знаю, вот я потомок репрессированных в сталинский террор. В 1937 году расстреляли моего прадеда в рамках польской операции НКВД, и поэтому у меня тут всё логично. Значит, помер тот, помрёт и этот. Помер Сталин, помрёт и Путин, и все эти репрессии, все к ним причастны и будут наказаны. Вот такая моя оценка. Ну, а то, что у них в России вот эти беснования под красными знамёнами периодически случаются, ну да, ничего. Будем люстрациями и перевоспитанием заниматься после потения путинского режима. Алексей, давайте... Так интересно, а семья Сергея Удальцова покинула Российскую Федерацию. Он сам не может это сделать по ряду определённых причин. То есть семья как раз в прошлом году и уехала. Вот вопрос, а что же вы уехали из Российской Федерации? А, я поняла почему. Потому что недостаточно сильной руки, как говорит Удальцов. Поэтому они уехали из Российской Федерации. Он в сильных руках своей жены, которая депутат в Государственной Думе. Так что там всё ещё сложнее. Ладно, не будем. Сложно, сложный выбор, конечно, у него, согласен. Смотрите, продолжение этой сталинской истории. Есть мнение и от Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Там считают, что Путин настойчиво копирует методы Сталина. В ведомстве отмечает, доказательством этому служат военные преступления, совершённые россиянами в Украине. В то же время смерть Сталина 70 лет тому назад и обусловленные события в Москве также дают контрпонимание, что может произойти и с Россией после её военного поражения, ну и исчезновения Путина. Давайте услышим эту позицию. 70 лет назад, 5 марта 1953-го, умер Иосиф Сталин. Кровавый кремлёвский диктатор, который боялся потерять власть и стремился уничтожить украинцев точно так же, как и Путин. Анализируя захватнические планы и поведение агрессора, можно утверждать, что практики сталинизма стали для Путина настольной книгой. Тотальная цензура, агрессивная пропаганда, жестокие расправы над инакомыслящими и культ страха у подчинённых. И Путин, и Сталин – болезненные параноики, потеря личной власти – их самый сокровенный страх. Для устойчивого мира в Европе после победы над агрессивной Россией ключевой задачей для Украины и цивилизованного мира должно стать окончательное разрушение сталинско-путинского образования, а не передвижение нар в тюрьме народов. Из заявления ГУР Министерства обороны Украины в Телеграм. — Алексей, ну, во-первых, видите ли вы схожесть, какая она большая, не совсем ли у Путина какой-то свой особый циничный путь и сохранение власти, когда фактически ему продлевают жизнь физическую, наверное, и политическую, вот те тысячи смертей со стороны российской армии и не только. Вот видите ли вы схожесть со сталинизмом, и идёт ли к этому вообще путинский режим, насколько быстро движется он, знаете, вот к тому времени, когда, как там, будут друг на друга доносить, хотя, в принципе, и сейчас это происходит, когда просто там на пост кто-то жалуется или говорит о том, что вот смотрите, там люди вышли каким-то плакатиком, возможно, что-то они там планируют, пакуйте их, пожалуйста, потому что вот надо наш режим поддерживать и верить в того же Путина, как великого кормчего Российской Федерации. — Ну, путинизм, конечно, движется в сторону сталинизма, пока что репрессии не столь масштабные, не столь промышленные они, но по мере того, как недовольство будет нарастать, а война будет проигрываться, то ещё более ужесточения, усиления террора можно, к сожалению, ожидать. Ну, что ж, поделать, такой исторический у нас момент, но, безусловно, наша задача не допустить, не только, кстати, наше, но и всего, на самом деле, международного сообщества, всей антипутинской коалиции, не допустить повторения сталинских вот этих чисток внутри страны, потому что внешнюю агрессию уже для всех очевидно, но внутри ещё устроить терроры против своего народа ещё больше, чем он сейчас есть, он, конечно, ещё может. И чем быстрее весь мир избавится от Путина и от его режима, тем лучше будет всем. — Скажите, если говорить об угрозах тому Путину, мы уже о нём говорим, то откуда ждать, Алексей? Вот откуда она придёт? Где это? Это окружение, я не знаю. Тот же, как вы говорите, спартанец один или там Спартак, соответственно, но мне почему-то кажется, что это маловероятно, поскольку вся же власть практически в силовиках, по разным структурам она распределена, но, по сути, под одним началом того же Путина. То вот откуда ждать угрозу? — Ну, во-первых, то, что я уже сегодня говорил, «Чёрный лебедь» — это всё время такой неожиданный какой-то фактор, который может потянуть за собой далеко идущие последствия. Но всё-таки, в первую очередь, конечно, это военное поражение в Украине, оно сдвинет тектонические, так сказать, глыбы в российском и массовом сознании, придут в движение элиты, поэтому там уже ситуация начнёт колебаться, и в этот момент нужно будет носить финальный, финальный, что называется, удар, собственно, о чём вот говорят и «Легион свобода России», и там «Русский добровольческий корпус». Наша всех задача — в нужный момент двинуться на Москву, потому что когда Путин начнёт терять власть, вот тогда будет окно возможностей, плюс «Чёрные лебеди», плюс какое-нибудь восстание мобилизованных. Это всё закружится в такой калейдоскоп событий, когда можно будет чего-то достичь. И вот мы к этому моменту должны быть готовы, а пока что Украина обороняет свою территорию, скоро начнётся, я надеюсь, и уверен, будет контрнаступление, а дальше пройдут изменения уже и в саму Россию. Ну, посмотрим. Как мы понимаем, и по тем же данным Гурминобороны Украины, действительно, эта весна будет насыщена определёнными событиями, которые, знаете, и практически будут предварять, возможно, те какие-то изменения, о которых и говорили вы. Спасибо за разговор. Алексей Барановский, адвокат, представитель съезда народных депутатов. Россия был с нами на связи.